всем здрасте купила я снова еды купила досточку для нарезки сейчас переложу потом лаваш потом купила палочки рыбные хочу переложить нормально потом сырок такой кофе купила новые еще такое не пробовала так что у меня сэвэн ап потом хлеб такой плотный какой-то прикольный стенками ой но просто все так набросано так прокладки не буду показывать купила сало представляете без шкурки 300 грамм злотый 80 за килограмм 599 хочу сало купила мактушек вишневых блин все падает кто-то мне ошибает потом купила капусты банку мыло его надо забрать отсюда ну прокладки понятно сейчас все сложим компактно потому что как-то она у меня некрасиво с музыка едет на велике так сырок и у за все это 55 злотых дощечка 3 злота где-то что-то не так что-то не так теперь нормально так сейчас пошла подземный переход покажу чек 54 55 самое дорогое у меня кофе 1299 и что тут еще самое дешевое у меня наверно сало шули не сырок самый дешевый рассчитывалась украинской картой ощадбанка короче кто у меня спрашивал сколько снимает комиссии я посчитала что снимает комиссии я заплатила вот это 55 злотых это 400 гривен с карты сняло 500 100 гривен съедает то есть так вот знайте не сильно радует рассчитываться украинскими картами потому что что делать вот так вот поэтому сейчас иду домой обратила внимание что в магазине очень много поисков пенсионеров очень много бабушек и дедушек и они в основном не могут достать там что-то с полки с верхней низенькие ростом или не могут вытащить проходила мимо бабульки которая выковыривала пачку чая из упаковки запакованной говорю вам помочь нужно на своем но выковырила ей дала она спасибо потом другая меня сама просит типа достаньте с верхней полки я не удалось ростом говорю да я уже знаю что они просят магазин но это уже не первый раз говорю да конечно так благодарят понятное дело если не достанешь до чего-то приходится просить очень много пенсионеров поэтому их нету на улицах на лавочках они просто магазина гуляют зачем на лавочке сидит то наши без денег сидят на лавочках местные здесь поляки и гуляют по магазинам покупают какую-то еду вот так вот так что опять я закупилась кто-то говорю что я часто покупаю никакая вы по-другому не сможете разве что вы будете жить в селе где не будет магазинов а так она что-то вечно хочется что-то надо допустим я сегодня наварила рис с овощами с теми что я покупала раньше и курица ну добавила я его буду там сегодня и завтра есть завтра по идее на работу на 6 утра то есть с тобой возьму а это взяла палочки рыбные но не действительно рыбные не так как у нас что рыба там и не лежала палочки отложу будет тоже как гарнир просто буду готовить там вермишель и пару палочек этих рыбных ну чтобы оно как-то более сытно было и экономней а так кофе допустим у меня уже заканчивается надо сейчас купить чтобы потом не это и тот же кофе я покупала в самом начале это уже третий месяц пошел мне уже так надоел как курька ореть я покупала еще капучино я его пью там тоже чуть-чуть осталось что еще сегодня досточку купила потому что на столе резать я вечно не режу а рву поэтому купила чтобы уже как-то резать мыло такое это ж нужное мыло такое ароматное купила мне нравится что еще я сегодня ничего такого капуста ну как гарнир тоже капуста хотелось капусты и сало хотелось просто я не знаю какое оно тут сало но надеюсь что оно нормально но уже какое не есть буду есть стало кстати очень дешево 5 злотых за килограмм так что 5 на 8 40 40 гривен за килограмм ну написано слонина в права без шкуры говорю дайте мне самый малый кусок малый 300 грамм дал кусочек она такая тоненькая не знаю что оно за вкус будет конечно будет не такой как у нас у нас у нас же как там этот страна свиней поэтому короче поэтому так ну вот и все пошла я домой перейду сейчас мост больше уже заходить не буду потому что денег жалко надо на продукты оставлялась короче еще хочу сказать что померила джинсы у которых я приехала я не так прилично на меня свободны ну то есть такое хорошее пространство как я не знаю на две руки если ребром поставить на полторы и заметила что после процесса пикования очень худею и многие девочки говорили что если будешь пиковать то ты похудеешь как треска станешь но это круто круто правда сиськи худеет тоже не очень хорошо ну и фиг с ним главное что будет все тело худое вот так я как всегда мне многие считают сумасшедшей ну может и так может и так не отрицаю а кто у нас нормально кто установил нормы нормальность может и так мне знаете после операции пришло такое типа пофигизм то есть ничего не стесняюсь ничего не стыдно все хочется рассказывать как есть шокировать наверное людей хочется как я шокировалась своими операциями наверное ну это короче бред конечно просто мне стало на все наплевать потому что когда я попадаю в больницу и этим людям в принципе которые морали моралистам глубоко и искренне уже стал относиться так ко всему все всем пока